Всем привет, вы на канале Наша Жест в Америке, New Life is My Life, и сегодня у нас губинарный поездинок с шефовым. Поездинок это когда мы соревнуемся, когда кто-то один делает. А мы соревнуемся, кто лучше приготовит, а кто лучше запишет. Нет, на самом деле сегодня у меня уже торт пакет на этой зоне. Спасибо. Да тоже. Какой будет торт? Ну давай я наверное все показываю. Тоже будет вкусно. Тот будет шоколадный, пропитанный коньяком и покрытый шоколадной бозрью. И режьте сверху. Дети спят. Сегодня что у нас? Сегодня у нас среда, десять часов вечера. Дети спят. И мы готовим торт. Потому что раньше мы готовили детей к спорткиаде. Да. У них были там... Отбор, спортивные команды, соревнования... Ой, как я их называю, в Олимпийские игры между школами. Да. Ну что, переходим к ингредиентам. В общем, торт прямо стырный, забыл. Ну ладно. Торт я готовлю... Почему ты стырный? Подожди, ну что такое? Ты хочешь сейчас пойти ружь скосить, потом обмолотить и что? И как? Нет. Ну просто, ну допустим... Ну... Когда Надя у меня есть... Мы очень... Мы познакомились в взрослой школе. Мы вместе учили английский язык. Надя Колесник. Если вы можете смотреть. Да. Она готовит... Из Украины. Да. Она из Украины. Она готовит торт Наполеон дома, сама. И для меня это прям... Когда она принесла, для меня это так... Надя так... Потому что очень было вкусно, Надя. Большое спасибо. А я готовлю вот торты из смеси. Ну и очень хороший торт. Замечательный торт. А что здесь такого? А с чего его готовить? Блин, я говорю, можешь пойдем сейчас сквозь ему пшеницу? Замечательный торт. У нас есть несколько составляющих. Одни готовые. Другие не готовые. И третьи... Мы сейчас покажем. Самое главное. Они вон там пряжут. Короче... В общем... Для... Для... Бисквит или как это правильно сказать? Да. Мы берем... Вот такие вот смеси. А ты его чуть-чуть так возьми к себе и показывай. А то если я буду показывать там... Мы берем вот такие смеси. Одна шоколадная, другая ореховая. Не, но я тебя поправлю. Мы не обязательно берем такие. Но сегодня... Да. В смысле мы берем вот такие вот смеси. Ну, допустим, Сашка у нас любит белый торт. И дети мало любят с орехами. Но так как сегодня мой торт, да, то я выбрал самый шоколадный и самый ореховый. Вот. Эта фирма, она чуть-чуть подороже стоит, но они очень-очень хорошие. Эту фирму мы брали несколько раз. Она тоже неплохая, но это мне нравится больше. Ну, в принципе, короче, в общем, цена такой... Такого замута... Максимум 3 доллара. Да. Ну, а и в 99 центах она тоже бывает. Можно купить за доллар. Вот эта черадели, она не часто бывает, но она тоже там бывает. Это регулярно. Да, это постоянно. Прям можно просто иногда... Там редко бывают с орехами. Там в основном вариант, грубо говоря, либо белый, либо просто... Шоколадный. Так. Значит, мы берем вот такие смеси. Делать... А, еще нам понадобится, ну, естественно, там венчик, вилка. Нам понадобится форма. У меня вот такая форма. Я ее очень люблю, потому что она разъемная. Это очень удобно, когда доставать уже приготовленное. Ты просто вытягиваешь чупок и все хорошо. Так. Эту форму мне подарила моя любимая, самая первая соседка. Навряд ли она смотрит этот видеоблог, но, Мэриам, все равно я тебя очень люблю. Ты очень хорошая была соседка. И... Забирай этих, приезжай сама же. Так. Для того, чтобы сделать эту смесь, она здесь, ну, как приготовлена, да, но она не полностью. А я, наверное, его открою буду. Да? Или просто все ингредиенты. Ну, давай все скажем, потому что есть один ингредиент, который мне больше всего нравится. Значит, нам нужна, сама скажем, смесь. На эту смесь нужно одна третья часть любого масла. Ну, там написано vegetable масло. Одно яйцо. Геотическое. Да. И одна третья часть воды, да. Одна четвертая часть воды. Но за пять лет опытов нужно делать в равных пропорциях массовую воду, тогда лучше получается. Ну, вот мне так больше нравится, я бы сказала. Ну, вообще, чтобы мне это... Треть воды, в смысле, имеется треть стакана воды. Я всегда делаю вот этими кружками, поэтому для меня, вот, я уже знаю свои пропорции по этим кружкам. И здесь, если что, очень-очень все написано, сколько минут держать, в какой форме. Есть четкая инструкция. Да, да. Начиная от температуры. Нет, начиная, смотри, то, что вообще, в принципе, ты нужен. Здесь все расписано. Здесь также все расписано поэтапно, что должна быть нагрета духовка, как замешать. И дальше здесь вот расписано, в зависимости от того, какая по размеру форма, сколько нужно будет это выпекать. Ну, допустим, если восемь на восемь, то значит она... То есть приготовить может даже ребенок, по идее? Ну, ребенок готовит очень хорошо, ребенок в этом разбирается. Единственное, что ребенку я не доверяю ставить в духовку, потому что у нас духовка очень... Ну, она очень, я не знаю, она какая-то очень, как сказать, сильная. Горячая. Штучка. Ну, Сереж, ну, электрические духовки бывают не такие горячие, как это. Наши прожигают кожу до мяса, поэтому я за это очень боюсь. Поэтому Катарина, Катарина в состоянии, она делает эти торты, но я их вставляю, и я их достаю из... И старая точно такая. Да, ну, здесь только изменен дизайн. Здесь тоже расписано, что ты нужен, что тебе нужно, насколько подготовить духовку, как чего сделать, и опять же в зависимости от вашей формы, потому что кто-то в плоской делает, кто-то не в плоской. Ну... А, ты хочешь показать? Ингредиенты показать. Да, мы, наверное, их показывали, когда покупали. Ну, может быть, кто-то не видел. Давай два сразу. Два класса. Покажу ингредиенты. Ну, рекомен... Ну, ладно, ты... И я хочу сказать по поводу, что, в принципе, торт готовится из одной пачки. Из одной пачки, да, обычно. Одна пачка, один торт, но я хочу большой торт, и поэтому мы взяли две пачки, чтобы он был высоким. Это будет четыре коржа. Это будет два коржа. Мы их будем разрезать, пропитывать и составлять. Ну, и получается, как бы, четыре, поэтому я хочу четыре. Что хотела сказать по поводу упаковок, да? Обязательно все равно, потому что фирм их очень много разнообразных, обязательно читать, чего сзади написано, потому что иногда бывает, где нужно два яйца добавить, иногда где на стакан, допустим, воды или где молоко нужно. В общем, все равно это нужно читать. Хотя я уже как бы могу... Ну, я знаю, ну, для тех, кто не знает, можно почитать. Значит, на пропитку нам понадобится сахар и нам понадобится коньяк. Я какой? Сахар вот такой, коньяк вот такой. Учитывая размер бутылки, можно перейти сразу к пропитке. Да. Для шоколадной грозури нам понадобится масло, которое мы показывали, которое мы покупаем в Коске. Вот, 80 грамм. Оно очень похоже на сливочное белорусское масло. А вы знаете, я, наверное, не буду говорить там всякие эти 80 грамм, 70 грамм, потому что на самом деле я все делаю... Когда-то давно первые-первые разы я делала это все, там взвешивала, все. Теперь я это все делаю на глаз. И какао, обыкновенное вот такое Несквик какао. А ну все его знают. Любитель у нас Антошка его начал пить еще в Беларуси. Да, да. Сейчас он его немножко поменьше пьет, сейчас он больше молоко пьет. И опять же, на грозури нам понадобится сахар, ну и вода. Воду можно не показывать. Ну что, переходим к действиям. Значит смесь выглядит. Смесь выглядит только какао. Ну и по большому счету. Заливаем все это туда. И для второй тоже надо будет точно такие же пропорции. Для второй мы точно такое же сделаем. Делаем яичко. Ой, нож не взял. Нужный, многострадальный нож. Ну и все размешиваем. А здесь внутри, сейчас я покажу. Вначале я размешаю вилочкой, а потом уже... Здесь внутри шоколадики есть. В этом шоколадики есть? В смысле? Ой, это не шоколадики. Я хотела начать шоколад, но она начала с орехов. Это орехи. Здесь будут вот такие шоколадики внутри. А это сейчас орешки. Которые не расплавляются в духовке. Да? Ну они, наверное, просто... Ну, в общем, такой шоколад для выпечки. Такая просто. А хотя ты знаешь, хорошо он вымесился, можно и без венчика. Ну и здесь вот орехи. Орехов много. И мы еще добавим шоколад. Наши пойдут наверх на украшение, Сережа. Украшать мы будем грецкими орехами. Если мы его украсим грецкими орехами, то его больше никто, кроме папы, ездит не будет. Так, сейчас я пойду ложечку возьму, чтобы... Торт будет с дуркой. Это вкусно есть? Угу. Ну и все, и отправляем в духовку на 38 минут. И сразу же скажу, что действительно через 38 минут он будет готов. В 37-36, не готов. В 38 будет готов. Ну все, ждем 38 минут. Пока... Тот, кто не готовится? Пока первая половина запекается. Кстати, этот более светлый, порошок или нет? Мне кажется, одинак. Мне кажется, он будет еще одинак. Да? Ну, в общем, в ту же миску высыпаем. Вот там шоколадики вот такие. Да, высыпай там. Да, вонши какой. О! Опа! Я один съем не могу. Вот такой вот модный шоколадик. Кто увлекается выпечкой... Они, кстати, в Костке продаются целым мешком. Кто знает, да, что они продаются... Они не только в Костке продаются, они продаются везде. Я имею в виду... А, кстати, и в Центах они были. Мы же покупали на молочном плаче. Мы там их и покупали, но... Они продаются и в СМСе, и в СМСе. Опять им нож потеряем. Ты его назад замесли. В общем, пока первый готовится, мы замучиваем второй. Самое главное, чтобы хватило пропитки. Котик на пропитку нужно, по-моему, около 50-70. Хватит. У тебя прямо звук такой идет, как... От этого... От миксера. О-х-х-х. Может, моторчик растет? Об шоколаде. А-а-а, прикольно. Их очень много, кстати. Ну, все. А вот получилось по цвету, мне кажется, Зайка абсолютно... По цвету такой же. Вот только вот видишь, что вместо орешков здесь... Ну, оно же раз такое вкусное. А-а-а. А-а-а. Сережа, так может... Ну, его готовить. Может, просто надо было развести? Поесть. Ну, все. Ждем, пока тот приготовится, и потом поставим этот, потому что форма у меня одна. А пропитку когда будем готовить? А-а-а. 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 Или вычхается? А-а-а. Давай не будем. Лучше сразу. Нет, на самом деле лучше всего сделать, когда мы будем... Мы будем его делать, когда вторую кожу будет запекаться. Потому что нужно... Как я делаю пропитку? Я беру воду, сахар, все это за... Ну, делаю такой сиропчик как бы, да? И потом, когда этот сироп уже остывает, туда добавляю, ну, я говорю, на миллилитров 60-70 коньячков. И потом пропитываем нашим. Ну, короче, делай как знаешь. А-а-а. Ну, мы это сделаем, когда будем вторую готовить. Давай. Уходим на рекламную паузу. Да. У нас работал будильник, и нам пора доставать наш пирожок. Сейчас съешь, я его... Подумаю, на что он нам достану. Достану на... Вот так вот. Может, фрагированную какую-нибудь или что-нибудь? Я его на полотенчик достану. Смотрите. Та-дам! Он прекрасен. Пахнет. Сразу доставать его вот так вот не надо. Ему надо чуть-чуть дать постоять, тогда он легко от стенок отделяется и... Ждем какое-то время, короче. Пошли ждать. Давайте. Вижу, уже форма остыла. Кстати, что нравится в этой форме? Она остывает прям, ну... Быстро. Очень быстро. Мы подождали пять минут. Сейчас я большую тарелочку возьму. Сейчас все соседи узнают, что я взяла большую тарелочку. Ничего страшного, соседи порой длинные. Слушают музыку, мама не горю. Вот. И сейчас нам нужно его снять непосредственно с этого. Обычно это делаем вот так. Легким движением руки. Ну и вот он уже как-то, в принципе, снимается. Ах, не надо. Будет разваливаться. Так вот, ты мне должен помочь. Становлюсь. Становлюсь. Почему? Обошлись без моей помощи. Маришка просто взяла его и перевернула. Вообще, честно, не понимаю, почему я пять лет его как-то старалась вот так поднять. Оказывается, можно просто попить. Ну. Смысл его? Зачем? Все равно мы его будем разрезать. Мазать. И, как говорится, еще не лучше. Ты знаешь, это вот такой какой-то танковод у меня получился. Может, эта упаковка не на столько грамм. Может, она по-разному еще и по граммам. Вот почему, наверное, в одну надо, а то яйца в другую. Сейчас я подумаю. Ну, вот мы, наверное, не будем его разрезать. Можем не разрезать. Сверху мы просто его накроем вот этим. В смысле, вторым тортиком? Вот этим, да, шоколадным. А этот уже будем пропитывать, там, намазывать туда-сюда. Ну, в общем, посмотрите, что получится из этого и дальше будем решать по пропитанию. А я назову это пачки на меньшее количество грамм. Возможно. Потому что, ну, вот смотри, когда я Сашеньке готовила, он же был высокий очень. В этой у нас 510 грамм. Так, Саш, ты, конечно, из больших готовить там пачка было больше. Да, наверное, вот почему другие яйца там. Так что, теперь у меня будет маленький торт? У тебя нормальный торт тут не переживала. Смотри, чтобы он был не маленький. Не маленький, понимал. А то маленьким не хватит. Все. Я иду мыть форму, потому что форма у меня одна и... Готовим форму. Да. Для второго. И вторая часть нашего торта загружается. Это у нас какой-то шоколадик. Угу. А он сам распределяется или ты помогаешь ему? У меня он сам распределяется. Ничего не помогал. Ну что, больше не дело. Хочешь поблизать это все? Ну да. Лежит. Не бойся. Все. Вставим опять же на 38 минут и ожидаем. За это время мы сейчас сделаем пропитку. Ну все. В общем, Маришка уже там колдует на кухне. Так, нам еще нужно 100 миллиграмм сахара. 100 грамм сахара. 100 грамм сахара. 100 грамм сахара. У нас есть профессиональный скейл. По-русски говоря, весы кухонные. Сюда же нужно поместить. Конечно поместить. 13 грамм. У нас, кстати, можно установить и это будет 0. Да. Верхнее движение руки. Главное не пересыпать. 107 уже получилось. А, у нас 11 грамм. Тебе 4 грамм еще. Все. Все. 100 грамм сахара. И ждем пока вода закипит. Когда она закипит, добавляем сахар. И где-то 3-4 грамм сахара. Все. Ну, 5 пускай. До полного растворения. Нет. 5 минут кипятим после того, как он растворится. А, еще поварить она? Варим вот где-то. Ну, не прямо там варим, а на таком. Ну, чтобы оно... Легким. Да. Тепеньем, помешиваем. А потом, когда оно растворится и когда мы уже прокипятим его 5 минут, то коньяк нельзя сразу в горячее добавлять. Нужно, чтобы наш сироп, ну, я его сироп называю, да, чтобы он остыл до комнатной температуры. Если очень-очень надо, да, то можно остудить, ну, поставить в холодную воду. В холодную воду просто. Но я так не делаю, потому что я обычно это готовится, это делаю и у меня, как бы, есть время, чтобы оно остыло. Не горит. Да. Ну, все. А я тем временем облизывал вот эту миску. И не перелизал ее. Нет, я просто хочу сказать, что, ну, с виду это было похоже на разведенное какао. Но, когда начинаешь есть, то чувствуется, что это там и мука есть, и еще что-то. В общем, это не просто какао-порошок разведи, а получается вот такая вот штука. Хорошая. Бублик с дыркой. Ну, все, сейчас Маришка колдует. Посмотрим. Открываешь. Так что открывать? Ну, можешь. Отмеряй мне где-то 60 миллилитров. По три? М? Три по шестьдесят? Три по шестьдесят. Хе-хе-хе. Хе-хе. Короче, пока Маришка там колдует, я вот открывал вот этот чудный напиток, который оказывается мне. Сереж, Сереж, давай вот поделимся. Блин, прям неудобно показывать, оно над грязи на фото я не удержалась, да. Давай расскажем про вот эти булочки. Да. Вот такие булочки. Короче, в городе Гардена. Это который очень рядом с нами. Глубо говоря, за стенкой. И это возле колледжа. Есть вот такая вот пекарня. Они делают потрясающую выпечку. Я не знаю, как вам передать запах этих вот таких вот штучек. Чудо-булочек. Чудо-булочек, да. Они пахнут как пасхальная булка. Просто я что хочу показать, вот смотрите, структура теста и самой выпечки, она получается вот как домашняя булка и она абсолютно не такая, как в принципе весь американский хлеб. Вот дай хлеб американский, хотел сказать. Ну у нас же есть хлеб. Вот сейчас Маришка достанет. Вот эти булочки ты имеешь в виду? Нет. Вот хлеб, который мы покупаем, насколько он рыхлый. Он черный, Сережа. Ну и что? Я хочу сравнивать. Ты сравниваешь квадратное с хлебом, мне кажется. Зай, я хочу. Весь хлеб имеет вот такую рыхлую структуру, как ту, что мы сейчас покажем. Ну вот те хлебы. Вот сломали нам. Зачем? Ну, чтобы было видно. Ну как? Он тонко нарезан так-то и не струкляет. Видно, что он вот такой вот весь воздушный и, ну как сказать, рыхлый получается, да? Ну я не знаю, какое слово подходит. То есть абсолютно весь хлеб, который мы покупали в Америке, он был вот такой, как этот черный. А эти булочки и другие булочки, что покупали, они все вот такие рыхлые. А эти именно вот такие вот плотненькие, как дома были в деревне там когда-то или еще, да? Я больше хотела поделиться их вкусовыми, так сказать, качествами. Вкусовые качества очень вкусные. Я, наверное, уже с наливочки... Сереж, и сколько их было? По-моему их было 12, да? Я не помню. Их было, по-моему, 12 в этой упаковке и стоили они, покажи, вот 2,59. Я считаю, что это не дорого за 12 тысяч. Очень не дорого. Ну я, наверное, уже с вашего позволения... Давай. Что же не угоститься, раз уж угощают, да? Пока открывал вот эту бутылку, обнаружил интересный фактор, который мне неизвестен. Вот кто знает, поделитесь. Обнаружил на бутылке вот... Зайка, держи за голову. Две такие штуки. Сейчас я буду пальцем показывать. Давай я тебе лучше ее положил, пойду заниматься твоими делами. Вот здесь вот есть... Ну так не видно. Почему не видно, нет? Здесь вот есть... Вот так подержи. Вот такая вот ямочка. Вот. Вогнутость. А здесь точно такая выпуклость. И они на бутылке только в одном месте. Больше их нигде нет. Кто знает, зачем на бутылке коньяка вот эти две штуки. Это какие-то технологические моменты или это что-то значит? Делитесь в комментариях. Вопрос на засыпку. В общем, тут такое дело. Пока отмерили. Блин, сбилось. В общем, сбилось, пока мы тут телефон включали. В общем, вот это, это для пропитки. А вот это, чтобы хорошо пропиталось. Котик, ты как бы в пропитке участвовать будешь? Будешь участвовать в пропитке? Я буду на участок. Подожди, снег. Что ты делаешь? А? Что ты там делаешь? Что ты там делаешь, котик? Что ты там делаешь? Что ты там делаешь? Вот корону. Что ты там прячешь? Я не знаю, какие наколонки свалить. Я забыла, что он просил в пыльницу, а завтра к наколону заселился. Поэтому еще с этим он озвучил. Это школьный? Нет. Я ему, наверное, какие-нибудь, может быть, свалю, которые... Веселый. Давай. Давай. А то это нагревается. Да, немножко кем-нибудь шагается собачьим. Говорит, пропитка нагревается. Увидимся в следующей серии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!